Ребята, мы приехали на работу, я говорю Базулю, вот какая у меня работа хорошая, что вот мне сегодня делать? Прохладиться. Прохладиться. С кондиционером. Мне делать нечего, я буду весь день. Да вообще-то надо сидеть, надо кушать. А, кушать и успокаивать Базулю. Я тоже успокаиваю. Говорит, что всё хорошо. Я нервничаю часто, очень. И всё. Хозяева вот сами попытались сделать два ряда, решили позвать нас потом. Что-то у них не очень получилось тут. Это герметиком за мной. Довольно плохо этот двухсторонний скотч снимается вот такой, с обратной стороны. Да он вместе с этим студентом. Ну да. Попробуй всю единую вот так отрезать, прорезать. Ножом. Осторожно, не порежься. Короче, вот так вот выглядят эти квартирки внутри. Сколько тут? Два этажа, по-моему. Небольшая гостиная. Переходит она в кухню. Довольно неплохо, если так рассматривать, как будто бы это двухкомнатная квартира. Ну, классно, чё. Это больше даже как трёшка уже, да, наверное? Хотя, скорее всего, наверху ещё три комнаты. Внизу гостиная, кухня. В общем, десантировать с базульком всё уже в полном оменировании, защите. Базулин в своих суперкосмических штанах. Начинаем вот этот демонтаж кафель из стеклянной плитки. И вот такая вот штука вообще в помощь. Конечно, она, получается, отрывает кафель, но сохраняет гипсокартон. Стоила она 45 долларов. Конечно, дорого. Я думал, ну, блин, какая-то железка, кочерка. 45 баксов, как бы. Почему она такая дорогая? Но это калёное, видимо, железо. Вот, в принципе, хорошая штука. Много раз, много раз уже выручала нас. Что ещё? Тут всё такое в стиле. Этническое. Открыто. Ну, в общем, вот так вот мы закончили здесь. Чуть-чуть уголочек заклеили. Тут Ирина, в основном, всё это сделала. Вон она у нас стоит. Такая вот обстановка здесь. Ребята, вот даже чёрный кулер, даже. Как с той старой песней. Чёрный кулер, чёрный кулер, Если нужишь, догони. Короче, вот такой багажник мне продали мексиканцы. Просто обманули Иванушку, дурачка. Вот, оказался, он мне не подходит. Ну, я его заколхозить могу, но ещё не решил. Буду ли я переделывать крепление, потому что, ну, всё равно какое-то время будет потрачено. Мне проще, ну, купить другой, вот и всё. А на это забить. Ну, или тоже так же обмануть кого-нибудь, сказать, Классный, покупай. Я, наверное, так и сделаю. Шучу. Вот, пацан тут молодой ездит, вот на таком траке. Крутом. Ну, прям вообще ему, я не знаю, сколько ему лет. Не знаю, он права, наверное, только получил. Первая машина, наверное, его. Ну, он чинил её, знаешь, там. Он её там нализывал, я видел, как вон, видишь, вся блестит. Даже, ну, тюнингованная, лифтованная. И вон туда, короче, снизу фанерку подстилает, чтобы масло капало туда. То есть, ну, настоящий пацанский автомобиль. Короче, всё по фэншую. А зачем масло капает? Ну, масло капает, ну, старая машина где-то с сальников, там бежит масло с двигателя. Вот такое решение. Фанерку подложил, и всё. И отлично, красавчик. Так, ребята. Короче, хвастаюсь посылочками. Заказал, мне вышло это на 150, что ли, долларов. Наборы Тордашера. Вот эта сумка, она недорого стоила. Долларов 15, наверное. И заказал мотоциклетную одну сумку и одну большую сумку. Как бы с этой сумкой они вроде как больше заказов дают. Нормально. 50 долларов, что ли. Большая сумка такая. Думаешь, зря? Нет, ну, не знаю. Ну, вот этот посерьёзнее, конечно. Наверное, самый серьёзный. Это для напитки, где? Ну, не знаю. Какие-то. А, здесь. Полочки эти. Прикольно. Пристёгиваются. Профессионал. Да. Вот такая сумка. Тут полочка такая пристёгивается. Она же полностью её можно убрать. Здесь карман для пиццы. А, это не тот замок открыл. Сюда птицу засовываешь. Но, чтобы её выдвинуть, вот эту молнию разгружаешь. И вот такой у тебя длинный как бы хобот расстаёшь. И у тебя сюда птица влезает уже. Большая бабочка. Всё улетело. Всё, вот это вся наша работа. Ездим в Нью-Джерси снимать бабочки. Ловить. Вон, скоро будем их сачком. Нужны, требуются лавари бабочек. Контакты вы знаете. Ирина открывает фирму по ловле бабочек. Вот такая тачка. Сегодня тазик подставил батя. Она сказал, хоть одну каплю увижу тут. И ты будешь у меня драйвить всю улицу. Поэтому он тазик жёлтый подставил. А Ирина у нас смарт. Она, видите, дома замешивает с кондиционерчиком, чтобы на жаре вот это не ходить. С пылесосиком. Вот молодец. Собственно, вот так вот мы и пилим здесь. Такую соорудили. Очень, конечно, выручает. Не надо на улицу бегать, на жару. Ну и быстрее тут всё пильнул. Чуть-чуть там может какие-то брызги летят. Но, в принципе, вот этой клеёнки и тряпок хватает, чтобы всё это застелить. Вон стол накрыли. Прям так. И фигачим. Доделываю затирку. Я стою отдыхаю, как обычно. Почти сделали. Пойдём собираться. Вчера покатались, короче. Заклинило мотор. Точнее, не мотор, а сам пропеллер. Там камни, короче, мы насобирали всякой ерунды. Двигатель тоже затонул. Вода как-то попала туда в отсек моторный. Сливал уже дома её. Не знаю, думаю, что не хапнул, конечно, воды сам двигатель. Ну, посмотрим сейчас, разберём, увидим. Может, как раз эту турбину починим всё это. Будем. Короче, вон грязище. Тут набилось камни. Всё это мы доставали. Вчера. Вот такое вот чудо приключилось здесь. Тут всё полопалось, короче. Там вон решётка обломилась. Возможно, она уже была обломана. Вот эта, наверное, свежая с этой стороны. Мы приехали на обед. Сегодня у нас обед такой. Бабуся из Ирландии. Ирландская бабка. Делаем мою кафель. И возьмём ещё с собой гидроциклы. Покатаемся где-нибудь. Проверим, как я турбину починил или нет. Почтальон идёт. Видите, какой. Смотрели фильм «Почтальон»? У него такие же были брюки с полосками. Вот такой у неё здесь памятник какой-то стоит. Кевин, собаку. Кевин, Бенальс. Он всё шмаганул. Испугался вот такой кафель стеклянный, короче. Стеклянная мозаика. Пилить её надо только с плиткорезом. Прям тут в комнате пилим. Вот здесь. Расселили. Ну, вот бабуся живёт себе. Поживает. Добра наживает. Новую кухню поставила. Пару брызг. Немножко забрызгали. Ничего. Помоем. Сейчас уже вечером. Помнишь, какая жара была. Ну, да. Ну, в общем, запустили мы мотор. Нормально всё работает. Чётко. Даже лучше, чем когда купили. Вот сейчас чуть-чуть поедем, прикатаем. Вот пацаны тут тоже. Лодка какая у них клёвая. Всё, сейчас. Ну-ка. Базулин, покажи, как ты. Надо тебе браслет вот этот? Я не. А, ну ладно. Покажи, как ты стартуешь. Ну, не сильно так, чтобы. Ну, нормально так. Ну что, ты только сильно умеешь. Так, чтобы аж улететь сразу. Ну, а я за тобой. Я просто застрянусь. Вот так, вот так. Вот так. И пошёл, пошёл. Красавчик. Всё. Я тоже поеду, ребята. Мы едем папе за мопедом. Нашли мопед. Итальянский. Италджет 125 кубов. С парковкой проще будет всегда. Ты там в магазину подъехал, тебе уже не надо искать там парковку, где там ты просто, ну, рядом с тротуаром поставил мопед и пошёл, забрал заказ. Так же отвозить, когда заказ тоже. Тебе не надо там останавливаться посреди дороги и идти относить заказ, когда у тебя там куча машин сзади сигналят тебе все. Вот. И там заехал так же. Между машинами всегда можно вклиниться. Остановился, спокойно отнёс. Сейчас покажем, что за мопед. Не знаю, он там, говорит, в прошлом году он заводился, ездил. В этом уже не ездит. Посмотрим, может быть, и не возьмём его, и не купим. А инструменты, что ты не скажешь, что мы взяли? А, ну, мы взяли с собой проверить компрессию, там компрессометр. Ну, и скру посмотрим, что ещё мы посмотрим. Да, в общем-то, и всё там, посмотрим. Стартер крутит, не крутит, там, что-нибудь. Напоминаю, папе сколько у нас получается? 61 год. Вот. Он у нас мотоциклист со стажем. Стаж у него на мотоцикле 1 год в Dodo Pizza или 1,5 года. 1,5 года в Dodo Pizza. До этого он вообще в жизни никогда не ездил. Ни на мопедах, ни на скутерах, ни на мотоциклах в молодости. Потому что с бабушкой и дедушкой рос. И денег на мотоцикл не было. На велик-то хороший, да, не было денег. И вот такой у него отказался скрытый талант, получается, мото-гонщика. Не знаю, может, если так дело дальше пойдёт, то поедет на мото-GP на остров Мэн. Где-то в Великобритании. Вот так вот таланты скрытые обнаруживаются в течение жизни. Когда надо что-то делать, оказывается, и художник, и жнец, и на дуде дудец. И как-то там ещё не будет длиться. Заедем собирать мопед в какую-то деревню вообще. Ну, городки маленькие, вообще фермеры. Всё засеяно кукурузой, каким-то непонятным растениями. Ну, наверное, на корм скотине. Кругом поля, куда ни посмотри. Налево, направо какие-то фермы, скотобазы, всякие техника ездит, сельскохозяйственная. Прямо едем в деревенчине, короче, из города. Мы городские, как бы, как продвинутые, считай, такие все. И едем, короче, колхозникам тут местным. Деревенчина! Деревенчина! Мы привыкли... Алёша! Эх, Алёша, Алёша! Мы привыкли уже, как бы, к такому, как бы, гламуру немножко. Немножко к такому светскому обществу. А здесь что? Светское обществу! А здесь даже никакого просвечения тут нету. Какой тишина! Как на кладбище. Ну, церковь, я не знаю, куда. Я не пойму, куда. Вот сюда, там, там, да. А, нет, полно, что туда. Далеко, да? Вот сюда. Какой-то, короче, поворот, ребята, в кукурузу называется. Как тебя найти? Ну, вот кукурузу увидите, там повернёте, вон, кукурузное поле. Капец. Кукурузик где-то живёт. Сейчас нам из кукурузы какой-нибудь мопед выкатит, скажет. Вы же мопед искали, вот же он. А, и свинчисть, я вам скажу. Ну, забирайте, оставляйте ваши деньги и можете ехать назад себе в гламурную Филадельфию. Мы не любим тут приезжих всяких вот этих мигрантов. Америка для американца. Скажем. Мы ему тогда скажем, что ты тоже можешь ехать, откуда ты приехал. В Европу. В Европу или куда там ты. Америка для американцев. Здесь была тартария. Тартария была здесь. Поля, кукурузы, фермеры. Газон подстригают. Ну, всё-всё равно такое выстриженное. Какие дела, ребята. Вот подъезжаем. Какому-то фермеру Джону, а может быть Сэму. Сейчас он с двух стволкой с картечью. А вот он здесь живёт. Лядом с кукурузным. Чиспак у него полный был. Короче, купили вот такой скутер. Папе будет теперь дардашить круглосуточно, говорит. Без остановки. Бургер вот ещё ему купил. Всё теперь говорит вообще. Ну, заехали на заправку тут местную. Такую местного происхождения. Немножко взяли подкрепиться. По бургеру. По бургерос. Короче, сидим и думаем. Короче, купили за 250 долларов его. Он продавал его, получается, за 500. Не заводился он. Но мы его завели. Вот. Ваня прокатился. Да, прокатились. Ну, короче, документы не стали у него брать. У него и не было тайтла. У него была регистрация только. Вот. Как бы будем там свои документы делать на него. Что-то будто это инвалидное транспортное средство, короче. Ну, всё, едем домой. Ну, всё, ребята. Мопед вообще, конечно, бомбовский. Сейчас подъедет. Сами всё увидите. Ну, просто звук такой мощный. Такой, ну, чувствуется, что моща. Теперь вся дордаш, весь наш. Просто все бабки с этого, с доставки еды. Просто, ну, мощный. Папа будет доставлять. Молниеносно. Как пуля. Просто. Вот, слышите, вот он уже едет. Это мощный двигатель. Звук рёв мотора просто. Вот это да, слушай, вообще. Что, по встречке попрёт? Нет. Решил ещё круга дать. Вот это гончик. Глушите или чё? Возможно, да. Я хотел поворот это. А, показать поворот. Поворот очень не работает, давай. Работают. Работает? Да. Ты видел прям? Конечно, я проверял даже. А как, где, где они? Ну, вот слева, да. А это что, глушилка? Не знаю. Ну, я ей вот чипнулся. Возможно, да. Вань, может, ещё? Ну, давай. Ещё разок, кружочек, да? Да. Не, ну, так едет вроде. Ну, конечно. Он заплёвывается, что ли, или чё? Ну, чуть-чуть и подержишь. Когда он на нём уже собирается ехать? Завтра? Завтра с утра и поедет. Шучу. Нет, ну, надо что-то делать. А, ну, аккумулятор. Ну, да, аккумулятор. И, ну, скорее всего, номера лучше взять. Мопедовские. Хотя я полно видел здесь номеров. Пытаются вообще полно. А, или, не знаю. Давай я позавожу. Потому что там танцы с бубном нужны, базулин. Давай я позавожу его. Короче, на диком пляже решили высадиться. Сэкономить 20 долларов. Сейчас, короче, будем тут. Ну, назад мы их отсюда уже не вытянем, получается. Назад будем с бетонной рампы забирать. Потому что, ну, я тут кое-как пустой выехал на песке. Короче. Короче, ребята, у нас опять там всё забилось. Вот здесь водорослями, тиной. Короче, едем на речку Донецк в Филадельфию. Тут, короче, недалеко. Сейчас подведём вас, расскажем вам. Тут всё, мы уже почти как локалы местные. Короче, ребята, сейчас поедем по Кенсингтону. Ну и будем останавливаться на светофорах. На нашем супермощном байке будем уходить. От зомби. Да, от зомби. Едем в зомби ленд. Вы же хотели. Дома иногда снимает. Типа, да, нечего снимать. Там вот такие вот дыры в окнах. Что так-то дом, блин, вообще хороший. Неплохой такой. Но место как бы портит всё. Дальше поехали на велосипеде. Девчонки вон местные. Залипают что-то входит. Роняя. Сёстры. Похоже, да? Они как будто все на одно лицо. Ну эти реально похожи. Может, они сёстры. Да, может быть и так. Ну вот, получается, электричка сверху входит. Этот метро постоянно. Вот такой шум. Представляете, как это жить вот так? Чтобы у тебя окна выходили вторым этажом как раз на электричку. Ну это просто трэш. 5 метров до железнодорожного полотна. Не знаю, я бы ни за какие деньги бы не согласился так жить реально. Ну просто там уровень шума какой-то. Там просто запредельный какой-то. Сколько децибел. Там ночью просто подскакивать будешь. Почему они тусуются возле метро? Почему они тусуются возле метро? Ты сразу вот люди приезжают там с пригорода. Им надо срочно шернуться. И кто ближе окажется, тот и продаст им как бы наркотики. Поэтому возле метро вот это да. Как он дальше pedal. Для дома. Ну что перед теткой так засадит ее, блин, колесом. На красный вообще пофиг. Ну да, говорит, поехали на красный, вы что тупите? Вы у меня на районе, говорит, я разрешаю, поехали, я тут главный. Видите, кто у них босс был? Говорит, поехали за нами, не ссыки. Они тупые. Спрятался, увидел полицейских, видела, как он хитро. Раз там проехал. Что, они едут, не едут. Кто тут умер, запах такой. Капец, блин, и насрано, и насрано, капец. Ой, он сейчас упадет на нас. Эй! Ну да, фибтропки какие, такие вот все. Да, они, видите, какие стройные такие, за фигурой следят все. Тут нету, вот кто-то говорит, что вот в Америке все толстые. Посмотрите, все спортсмены йогой занимаются, сразу видно, что, ну, ребята сухие, поджарые такие, ух, сила чувствуется, такая жилистость, вот знаете, выносливость. Самое-то главное, не мышцы вот этого, жир, объем, это все фигня. Чем больше шкаф, тем громче падает, а вот самое главное, это жилистость, резкость, скорость. Резкий, дерзкий, как пуля дерзкий, короче, вообще. Все поджарые, спортивные. О, мы вот этого уже видели. Ага, ну да, мы возле него проезжали. У него руки опухшие. Такой байк, кстати, денег стоит дофига, вот, ну, они поехали на котором, он там, ну... Велосипед? Да, ну, четыре тысячи он стоит, как-то, но... Вот, быстро, сила, нет? Угу, хорошо. Ну, они, наверное, ворованы, кого-нибудь купили сто процентов. Все равно это, блин, стоит, там, пятьсот, сколько-то долларов стоило. Вон, мужик, контрактор загрузился, что-то-то мешки, не мешки. Кружок такой организовали. Вот такая вот была поездка, в принципе. Тут уже такое лайтовое все. Субтитры сделал DimaTorzok И Software Ого! Крауси Подписывайтесь!